22 глава книги Пророка Иеремии Так сказал Господь, сойди в дом царя Иудейского и произнеси слово это и скажи, Выслушай слово Господне, царь Иудейский, сидящий на престоле Давидовом, Ты и слуги Твои и народ Твой, входящие этими воротами. Так говорит Господь, производите суд и правду, и спасайте обижаемого от руки притеснителя. Не обижайте и не тесните пришельца, сироты и вдовы, и невинной крови не проливайте на этом месте. Ибо если вы будете исполнять это слово, то будут входить воротами дома этого цари, И сидящие вместо Давида на престоле его, ездящие на колеснице и на конях, Сами и слуги их, и народ их. А если не послушаете слов этих, то мною клянусь, говорит Господь, Что дом этот сделается пустым. Ибо так говорит Господь дому царя Иудейского, Галаад, Ты у меня, вершина Ливана, Но я сделаю Тебя пустынею и города необитаемыми. Я приготовлю против Тебя истребителей, каждого со своими орудиями, И срубят лучшие кедры Твои и бросят в огонь. И многие народы будут проходить через этот город и говорить друг другу, За что Господь так поступил с этим великим городом? И скажут в ответ, за то, что они оставили завет Господа Бога Своего И поклонялись иным богам и служили им. Не плачьте об умершем и не жалейте о нем, Но горько плачьте об отходящем в плен, Ибо он уже не возвратится и не увидит родной страны Своей. Ибо так говорит Господь о Салуме, сыне Иосии, Царе Иудейском, который царствовал после отца своего Иосии, И который вышел из этого места, Он уже не возвратится сюда, Но умрет в том месте, куда отвели его пленным, И более не увидит земли этой. Горе тому, кто строит дом свой неправдою И горницы свои беззаконием, Кто заставляет ближнего своего работать даром И не отдает ему платы его, Кто, говорит, построю себе дом обширный, Горницы просторные, И прорубает себе окна, И обшивает кедром, И красит красной краской. Думаешь ли ты быть царем, Потому что заключил себя в кедр? Отец твой ел и пил, Но он производил суд и правду, И потому ему было хорошо. Он разбирал дело бедного и нищего, И потому ему хорошо было. Не это ли значит знать меня, Говорит Господь? Но твои глаза и твое сердце Обращены только к твоей корысти И к пролитию невинной крови, К тому, чтобы делать притеснение и насилие. Поэтому так, говорит Господь Об Иоакиме, сыне Иосии, Царе Иудейском, Не будут оплакывать его, Увы, брат мой, И, увы, сестра, Не будут оплакывать его, Увы, государь, И, увы, его величие, Ослиным погребением Будет он погребен, Вытащат его и бросят Далеко за ворота Иерусалима. «Взойди на Ливан И кричи, И на васане возвысь голос твой, И кричи с аварима, Ибо сокрушены все друзья твои. Я говорил тебе во время благоденствия твоего, Но ты сказал, не послушаю. Такое было поведение твое С самой юности твоей, Что ты не слушал голоса моего. Всех пастырей твоих Унесет ветер, И друзья твои пойдут в плен, И тогда ты будешь постыжен И посрамлен За все злодеяния твои. Живущий на Ливане, Гнездящийся на кедрах, Как жалок будешь ты, Когда постигнут тебя муки, Как боли женщины в родах. «Живу я, — сказал Господь, — Если бы Иехония, сын Иоакима, Царь Иудейский, Был перстнем на правой руке моей, То и отсюда я сорву тебя И отдам тебя в руки Ищущих души твоей И в руки тех, которых ты боишься, В руки Навуходоносора, Царя Вавилонского, И в руки халдеев, И выброшу тебя и твою мать, Которая родила тебя В чужую страну, Где вы не родились, И там умрете. А в землю, Куда душа их будет желать возвратиться, Туда не возвратятся. Неужели этот человек Иехония Есть создание презренное, отверженное? Или он сосуд непотребный? За что они выброшены? Он и племя его. И брошены в страну, Которой не знали? О, земля, земля, земля! Слушай слово Господне! Так, говорит Господь, Запишите человека этого Лишенным детей, Человеком злополучным Во дни свои, Потому что никто уже Из племени его Не будет сидеть на престоле Давидовом И владычествовать в Иудее. В основе, Существует geen discoveredex, Господь... В blueprint,